Всем моим зрителям огромный привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. В этом видео я хочу вам показать официальные деньги государства Израиль, а именно Новый Израильский Шекель. Покажу вам, какие есть в Израиле монетки и какие есть банкноты. И также покажу вам, что можно купить на эти деньги. На иврите Новый Израильский Шекель звучит как Шекель Хадаш, но так его редко кто называет, обычно просто говорят Шекель. А во множественном числе на иврите Шекели звучат как Шкалин. Обычно Шекели на иврите обозначают вот такой аббревиатурой, это аббревиатура от Шекель Хадаш. На английском можно встретить вот такие две аббревиатуры. Также достаточно распространено символическое обозначение нового Шекеля, так оно выглядит. Оно представляет собой переплетение двух букв, шин и хэт, это первые буквы слов Шекель Хадаш. И давайте теперь разберем сами деньги, монеты и купюры по порядку и начнем с монеток. Так, самая маленькая монетка в Израиле по номиналу это 10 агурот и равна она 1 десятой шекеля. На самом деле, если правильно произносить по-русски, то скорее всего это будет звучать как 10 агур, потому что в единственном числе звучит как 1 агура, но в иврите во множественном числе это звучит как агурот, поэтому практически все, даже говоря по-русски, все произносят именно 10 агурот, 20 агурот и так далее. Так выглядит эта монетка. Размер этой монетки 22 миллиметра и состоит она более чем на 90% из меди. С одной стороны тут изображена минора, есть герб Израиля, вот он такой маленький тут. И также по кругу идет надпись Израиль на трех языках, на иврите, на английском и на арабском. С другой стороны тут изображен номинал монетки 10 агурот, надпись агурот на иврите и на английском. И также внизу дата выпуска монетки по еврейскому календарю. Итак, на 10 агурот можно купить, например, 100 миллилитров обычной питьевой бутылированной воды, либо, например, можно купить 2 листочка А4. Конечно же, вам вряд ли кто продаст 2 листочка А4 отдельно, а если даже продадут, то продадут намного дороже. Но если считать из расчета того, сколько находится листов в упаковке и сколько стоит упаковка, то получается, что 2 листочка А4 стоят как раз-таки 10 агурот. Следующая монетка по возрастанию это пол шекеля. Так она выглядит. Она тоже состоит в основном из мети и в диаметре она 26 миллиметров. И равна, естественно, половине шекеля или 5 вот таким монеткам. С одной стороны тут изображена лира и маленький герб Израиля. С другой стороны изображен номинал монетки, пол шекеля. Внизу под цифрами написано шекель-хадаш, что значит новый шекель. И также под шекель-хадаш написано new шекель по-английски. Также здесь есть надпись Израиль на трех языках, на арабском, английском и на иврите. И вот здесь изображена дата выпуска монетки по еврейскому календарю. Итак, что же можно купить на пол шекеля? На пол шекеля можно купить 100 грамм сахара, две вот такие прищепки или пакетик дешевого чая. Следующая монетка это 1 шекель. 1 шекель равен 100 агурам или 10 таким монеткам. Такой вот он маленький, в диаметре он всего лишь 18 миллиметров. Состоит эта монетка на 75% из меди и на 25% из никеля. С одной стороны тут изображен цветок, лилия, герб Израиля и надпись на древнееврейском. С другой стороны номинал монетки 1 шекель-хадаш, это новый шекель. И внизу new шекель по-английски написано. Также есть надпись Израиль на трех языках. И так же, как и на прошлых монетках, дата выпуска монетки по еврейскому календарю. Итак, что же можно купить на 1 шекель? Например, на 1 шекель можно купить 1 рулон туалетной бумаги, или 1 детский подгузник, или 1 яйцо. Следующая монетка по номиналу это 2 шекеля. Иногда еще 2 шекеля называют шнекель, от словосочетания на иврите шней-шекель, то есть 2 шекеля. Размер этой монетки чуть меньше 22 мм, и состоит она из никеля и стали. На одной стороне монетки изображены 2 рога и герб Израиля. А на другой стороне монетки, как и на прошлых монетках, изображен номинал монетки, надпись Израиль на трех языках, также дата выпуска монетки по еврейскому календарю, и также надпись Шкалим Хадашим, то есть новые шекели. На иврите, я так понимаю, еще на арабском и на английском. Что же можно купить в Израиле на 2 шекеля? На 2 шекеля в Израиле можно купить 1 персик весом 200 грамм, или 1 сигарету, если покупать по отдельности. Да, курение в Израиле очень дорогое, так что лучше не курите, а покупайте на эти деньги персики. Следующая монетка это 5 шекелей. Так она выглядит. Ее диаметр 24 миллиметра, и состоит она из меди и никеля, так же как и монетка в 1 шекель. С одной стороны этой монетки изображена капитель колонны и герб Израиля. С другой стороны, как и на других монетках, номинал, надпись Израиль на трех языках, дата выпуска монетки, и надпись новые шекели на трех языках. Итак, на 5 шекелей в Израиле можно купить пачку макарон, один плавленый сырок, или можно еще купить бутылек самого дешевого лака для ногтей. Ну и самая большая по номиналу монетка в Израиле, это 10 шекелей. Так она выглядит. Внешний ободок этой монетки состоит из плава никеля и стали, а внутри эта монетка состоит из бронзы. По диаметру эта монетка 23 миллиметра. Те, кто впервые сталкиваются с израильскими деньгами, очень часто путают вот эту монетку в 10 шекелей, и вот эту монетку в 10 огурот. Я и сама этим грешила в первое время, так что будьте внимательнее, не путайте эти монетки, потому что разница между ними достаточно внушительная. С одной стороны этой монетки по центру изображена пальма, с этой стороны изображен герб Израиля, вот он. И также по кругу идет надпись на древнем еврите и на современном еврите, которую можно перевести как «Во избавление Сиона». С другой стороны монетки изображен номинал, надпись «Новые шекели» на трех языках, по кругу идет надпись «Израиль» на трех языках, и также дата выпуска монетки по еврейскому календарю. Итак, что же можно купить на 10 шекелей? На 10 шекелей можно купить литр кефира, или дешевенький шампунь, или упаковку стаканов. Все, с монетками мы закончили, давайте теперь перейдем к купюрам. Итак, самая маленькая банкнота Израиля – это 20 шекелей. Так она выглядит. С одной стороны тут изображен Муша Шарет, это первый министр иностранных дел Израиля, и второй премьер-министр Израиля. Над портретом изображен флаг Израиля, который развивается на фоне других флагов. Если посмотреть на просвет, вот здесь будет такой же портрет, небольшого размера. Кстати, есть еще вот такая версия этой купюры. Видите, здесь разница, здесь вот такие звездочки есть, здесь этих звездочек нет. Так вот, если здесь посмотреть на просвет, то здесь будет этот портрет уже намного больше. Также с этой стороны есть номинал банкноты, 20 шекелей. Здесь номинал изображен золотыми циферками. Здесь есть надпись на иврите, которая обозначает 20 новых шекелей, и также надпись на иврите, которая обозначает Банк Израиля. С другой стороны банкноты изображен номинал, 20 шекелей, уже по-английски написано Новые шекели и Банк Израиля. Также есть порядковый номер банкноты. Изображена сторожевая башня, я не знаю, будет ли ее видно или нет. Вот она. Номинал банкноты изображен здесь, здесь, и также номинал банкноты можно увидеть вот здесь, под определенным углом. Итак, что же можно купить на 20 шекелей? На 20 шекелей можно купить зубную пасту средней ценовой категории, 1 или 1,5 кг курицы или 100 г французского сыра с плесенью. Следующая по номиналу купюра это 50 шекелей. Это новый вариант банкноты 50 шекелей. Также вы можете еще встретить вот такой вариант, но они уже встречаются все реже и реже, и, наверное, уже в скором времени вообще нельзя будет встретить такой вариант банкноты. Поэтому я вам сегодня расскажу именно про этот вариант купюры в 50 шекелей. Итак, с одной стороны тут изображен портрет поэта Шауля Черняховского. Вот он. Также, если посмотреть на просвет, вот здесь можно увидеть водяной знак, такой же портрет, только в уменьшенном варианте. Номинал, надпись «Новые шекели и банк Израиля на иврите». С другой стороны купюры изображен номинал, здесь тоже номинал, надпись «Банк Израиля и новые шекели» уже на английском. И также здесь есть цитаты и стихотворения Шауля Черняховского. Итак, что же можно купить на 50 шекелей в Израиле? В Израиле на 50 шекелей можно купить банку молочной смеси для ребенка, которая весит 700 грамм. Также на 50 шекелей можно поесть в уличной забегаловке одному человеку. Или можно купить, например, килограмм замороженной красной рыбы, семги или форели. Следующая купюра – это 100 шекелей. С одной стороны тут изображен портрет второго президента Израиля Ицхака Бен Цви. Здесь водяной знак, точно такой же портрет. Также с этой стороны изображен номинал банкноты – 100 шекелей. Здесь номинал изображен золотыми цифрками. А с этой стороны написано – 100 новых шекелей и «Банк Израиля» на иврите. С другой стороны изображен фасад синагоги. Также здесь есть номер банкноты. Есть номинал, естественно, 100. Здесь написано уже «Новые шекели» и «Банк Израиля» на английском. И также номинал банкноты можно увидеть еще здесь под определенным углом. Сейчас я вам покажу. Итак, на 100 шекелей в Израиле можно купить селфи-палку. Хотя можно найти дешевле на самом деле. Также можно купить килограмм говядины или килограмм сыра пармезан. Ну и последняя, самая большая по номиналу купюра в Израиле – это 200 шекелей. С одной стороны тут изображен Зальман Шезар – это третий президент Израиля. Здесь есть водяной знак, точно такой же портрет. Также, как и на остальных купюрах, здесь изображен номинал купюры – 200 шекелей. Надпись «200 новых шекелей» на иврите. И также надпись «Банк Израиля» на иврите. Здесь номинал изображен золотыми циферками. С другой стороны тут изображена слабо различимая улица города Цфат. Также номинал, надпись «Новые шекели и Банк Израиля» на английском. Номер купюры. Здесь номинал. И также номинал, который можно увидеть только под определенным углом. Итак, на что же можно потратить эти 200 шекелей? На 200 шекелей вдвоем можно поужинать в недорогом ресторане или кафе. Либо купить килограмм красной икры, либо купить линзу 50 мм для своего фотоаппарата на Ядштайм. На сегодня это все. Если вам понравилось это видео, то не забывайте поставить пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока! До встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!